У нас в студии боец украинской армии. Здравствуйте, это Александр Бажаев. Мы уже о вас писали, о том, что... Ну, уже не один раз о вас писали. К счастью, немногие солдаты украинской армии приходят на такую публичную беседу. Но это очень хорошо, потому что многие вопросы можно раскрыть. Это понятно, что вы не на все можете ответить, мы это прекрасно понимаем. Но на то, что вы не можете ответить, вы не отвечаете. Вы так и говорите, что на этот вопрос я ответить не могу. Отже, вы мобилизованы, да? Ну, я, получается, как? У меня интересный правовой статус. Я кадровый офицер, который уже не просто был в запасе, а был на пенсии. И с этими тревожными событиями с марта месяца прошлого года я как бы вновь вернулся в войска. Вот и продолжаем службу по сей день. Вы пошли как доброволец или получили повестку? Нет, нет. Я сам созванивался с венкоматом, и за мной с привеской никто не бегал. Вы работаете где-то на каком-то предприятии? Начали работал до призыва предприятия ТИС Минодаврения. Там сейчас рабочее место сохраняется. И коллеги по работе меня поддерживают. Ну, ТИС предприятие, да, очень активно, по крайней мере, мы видим в социальных сетях генерального директора Андрея Ставницера. Он очень активно помогает украинской армии. Ну, я бы хотел дополнить, что у нас Ставницер, это командует, руководит предприятием ТИС Инфраструктура. А непосредственно директор нашего предприятия тоже оказывает самую непосредственную помощь. Это еще раз скажу, это предприятие называется ТИС Минодаврения. То есть у них такая концепция очень патриотичная, такая единая, да? Да, да. Вы уже, находясь с марта месяца, но, насколько мне известно, уже несколько раз, ну, то есть уже два раза попадали в зону АТО. Первый раз вы попали, и мне кажется, если я не ошибаюсь, вы даже видели лавайский котел. Первый раз это была, скажем так, не боевая командировка, это просто обеспечение зоны АТО. Обеспечение зоны АТО, определенная группа машин от нашей воинской части, это детский гарнизон, обеспечила подвоз боеприпасов, имущества и так далее. И в воле случая, в воле случая мы дважды были в операции по эвакуации из зоны лавайского котла пленных, раненых и убитых. Вот в этой тяжелой писсии обеспечения зоны АТО, определенная группа машин от нашей воинской части, это детский гарнизон, обеспечила подвоз боеприпасов, имущества и так далее. Было много, но помню, я помню, что я была на встрече в 4-й школе, вы встречались с теми, да, украинской громады, теми, кто хочет услышать правду, да, о событиях, которые происходят в стране. Вы очень много рассказывали, я снимала в этом видео, вы не разрешили, но очень рада, что такие архивы, которые, мне кажется, должны оставаться для истории встречи, потом мы уже не знаем, что это все будет идти в ломозах. Вы много очень рассказывали о тех очень сложных ситуациях, в которых вы побывали, обмен пленными, все эти угрозы, которые присутствуют в этом процессе, очень страшно на самом деле было, и в принципе все это было описано. Всего в любом случае описать невозможно, но может быть опыт, который вы получили в этом процессе, вообще, что вы можете сказать по этому поводу, насколько все у нас построено, так сказать, правильно, грамотно, вообще сам принцип обмена пленными. Вот сейчас есть информация в интернете о том, что вот наши взятые в плен украинские военные, которых называют киборгами, да, вот они в большом количестве взятые в плен российскими военными, и обмен не происходит. Почему это происходит, и вообще, что вы можете сказать по поводу обмена пленными, как это вообще происходит, кто отвечает за это, насколько вообще вот обе стороны должны долго договариваться? Первый парадокс состоит в том, что у нас военнопленных официально не существует, потому что у нас войны нет. Второй парадокс состоит в том, что каждый человек, пребывая на войне, все-таки рассчитывает на какое-то милосердие. И все-таки, к счастью, мы должны сказать, что находятся люди с обеих сторон, которые проявляют благоразумие, трезвую оценку событий, и пусть тяжело, пусть с определенными затратами, эмоциональными, физическими, материальными, это происходит. Это желательно, конечно, чтобы не было ни войны, ни пленных. Но реалии очень жесткие, суровые, и поэтому от них и отталкиваемся. Первый опыт, он что вам дал? Какое понимание, потому что, ну, мы же понимаем, мы здесь живем совершенно в другой реальности. Что дал первый опыт? Первый опыт дал то, что тема и ожидания, которые я, как бы, что я ожидал увидеть в зоне АТО, реально прибывая туда, я убедился, что на самом деле еще тяжелее. Еще страшнее. Это же Иловайский котел. Это просто один из самых таких страшных периодов. Я вам хочу сказать, что, конечно, вот этот, как это правильно сказать, сюжет или, как бы, такие общие термины, там, Иловайский котел и все остальное, это, ну, то, что людям легко запоминается, оно у всех на слуху. Ну, на самом деле, для каждого солдата имеет значение именно то место, где он воюет, в конкретный момент, в конкретный час, и все остальное. То есть, есть такое выражение, что каждый человек погибает в одиночку и сражается все-таки сам до конца. Поэтому, где бы ни был солдат, он должен выполнять свой долг, а уже как там это место гибели назовут, или эта традиция, уже для него большого значения не имеет. Ну, есть такое понятие, как Иловайский котел, с которого нужно будет делать соответствующие выводы, я так понимаю, они еще не сделаны, ни политические, ни организационные, моральные выводы должны быть сделаны, чтобы вредь подобное не допускалось. Сейчас очень сложная ситуация в Дебальцево, и там речи, ну, по крайней мере, так сказать, вражеские средства массовой информации постоянно говорят о том, что якобы та сторона все время пытается сделать там Дебальцевский котел. Ну, во-первых, если мы говорим о войне, то доблесть противника именно в том, что состоит, чтобы как можно больше нанести ущерба противоположной стороне. Война, она иррациональное состояние война, то есть там, так, какие-то объяснения искать тяжело, тем более для людей, которые с этим делом не связаны. Я могу сказать одно, бои идут тяжелые на всем протяжении фронта, на всем протяжении фронта. При современном вооружении, при современных средствах доставки ситуация может меняться очень быстро и очень категорично. Армия стоит стойко, люди сражаются до последнего, и дух очень боевой, силен. Я не встречал ни одного случая, ни то, что трусости, а даже какой-то душевной слабины. Ни у кого. Что касается наших пленов, все-таки я хочу получить немножко более подробный ответ на этот вопрос. Почему наших киборгов не меняют? Вообще, можете вы как-то это объяснить? Во-первых, не меняют потому, что они этого не хотят. Это их не добыча. Люди, взяв наших солдат в плен, они испытывают состояние радости и эйфории. Тем более киборгов. В данный момент они подбивали. Но выкладывают они другое видео. Я не хочу это показывать. Выкладывают они видео другое и мотивируют, безусловно, это тем, что украинская власть не хочет их менять. В общем, заставляют их говорить какие-то душеведающие слова. Киборги говорят, что якобы украинская власть не идет на те условия, которые выдвигают им противник. То якобы нет равноценного обмена. Они им хотят подсунуть каких-то других, а они хотят равноценных. Военные, но равноценные. Тем более, что киборги, это легенда, это действительно распиаренный проект, который для жителей Украины и для каждого украинца имеет огромное значение. Потому что это вот такой вот проект. Он больше медийный в таком понимании. Потому что за событиями в Донецком аэропорту, я не знаю, даже дети, наверное, смотреть. Может быть такое, что украинская власть просто не хочет она менять, идти на те условия? Может это быть правда? Нет. Ключевой вопрос это условия. Условия, которые выдвигает противник. А условия противника одни. Украинская армия должна сдаться и выполнить все их условия. На эти условия Украина не пройдет однозначно. Что касательно присутствия русских военных на территории Донецкой и Луганской области. Это бесконечный вопрос вообще диалога с теми, кто вообще не верит и в войну в принципе. Не знаю, во что они верят, может в пришельцев. Но вот и в зеленых человечков эти люди верили, в то, что можно купить танк в магазине. Для этой категории людей как можно объяснить, что да, там есть российские военные, российская техника, что гуманитарные конвои насыщены не только сахаром, гречкой, манкой и хорошими всякими добрыми вещами, гуманитарной помощью. Как вы могли бы доказать людям это? Как это можно объяснить? Первое. Значит, та группа людей, которая до сих пор верит в Дедушку Мороза и все остальное, они, наверное, относятся уже к пациентам, соответствующих ликористских специалистов. Для сомневающихся я бы рекомендовал следующее. По возможности поехать туда, взять с собой широкополосный радиоприемник и послушать сначала радиопереговоры в сторону. Одно и другое. Из этих радиопереговоров сразу будет понятно, кто там, новички, так называемые ополченцы, или люди, имеющие высокую профессиональную подготовку. Для тех, кто хоть немножко имеет представление об армии, вооруженных силах, о вооружении, об э-комплекте, пусть они проанализируют, какие необходимы усилия для того, чтобы обеспечить, например, залп всего лишь одной установки ГРАНД. В нее заряжается 40 выстрелов, это практически один грузовик. Один грузовик. Даже если на территории Донецкой и Луганской области до этих вооруженных конфликтов и были какие-то склады боеприпасов, предположим, такое, они уже давно бы закончились. Кроме того, достаточно посмотреть на то, как сопротивляется противник. Я не думаю, что если бы там были только повстанцы, сопротивление длилось так долго. Но подействует ли это объяснение для сомневающихся, я не знаю. Они хотят слышать то, что хотят слышать и видеть то, что желают видеть. Хорошо, а вот какие-то факты. Я знаю, что и берут в плен российских военных, и остаются от них и шевроны. Я тоже немножко удивлен, почему у нас не работает явно контрпропаганда. Почему они показывают тела погибших, почему они показывают конкретно разбитую технику. Тело погибших – это слишком. Дело в том, что... Какая ситуация интересная. Наше государство проигрывает в том, что оно работает в правовом поле. Террористы, они не ограничены никаким законодательством. У них творческий процесс. Какой творческий. Ну, как это не горько звучит. То есть они не ограничены в своих действиях, ничто над ними не властно. Они имеют огромную материальную военно-техническую поддержку и фактически не скованы ничем. Ни обычаями законы войны, ни страхом перед Господом Богом, ничем. Есть информация, только что на Фейсбуке прочитала, не буду показывать просто этот пост и фотографию. Люди пишут в Донецке, что, в принципе, в городе исчезли уже все наркоманы, потому что все они воевали за ДНР. Ну, вот просто есть информация от жителей Донецкой области. У нас, я сегодня записывала интервью с Геннадием Махненко, мы будем сегодня его запускать в эфир, в аудиоформате. Он тоже самое говорит, что, в общем-то, все деморализованные слои населения, все те, кто не представляют из себя никакой такой социальной ценности, к сожалению, ушли вот в эти ополчения и, в общем-то, как бы растворились в этом процессе. И до них, безусловно, нет никаких законов и принципов. Я не думаю, что они этим руководят. Этим просто... Ими прикрываются, да, действительно. Да, я не говорю про руководство. А если мы говорим в информационном плане, действительно, там есть такие ужасающие материалы, видеоматериалы, которые не стесняются, выкладывают у себя центральные российские телеканалы. То, что нам прописано по закону, по закону мы не имеем права показывать трубку. Да, это действительно так. И у нас даже наказывается, могут лишить лицензии. Цинизм, ситуация, он зашкаливает. Он зашкаливает. И мы не имеем права нарушать моральные нормы. Не имеем права. Мы не имеем права, мы их и не нарушаем, но в информационной войне мы из-за этого проигрываем. Потому что, к сожалению, вообще вся полностью информационная структура Донецкой области и Луганской, она настроена на что угодно, только не на украинские СМИ. Несмотря на то, что здесь нет пропаганды, к сожалению, никакой, а просто констатация факта и не всегда достоверная, потому что там просто нет журналистов, которые могли бы писать о том, что произошло в Донецке, в Луганске, в Мариуполе, потому что их просто там нет. Нет, в Мариуполе, в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, оккупированной территории. Да, именно оккупированной территории. К сожалению, мы получаем новости из Live News, это в смысле видео, делаются с них скриншоты, и каким-то образом уже берется информация. То есть нет влияния на эту территорию. И те, кто не смотрят там телевизор и живут в этих городах, и могут пользоваться интернетом, это единицы, которые обладают этим критическим мышлением. К сожалению, это так. Но они там есть, к счастью. Да, они там есть. Вы были в нескольких километрах от аэропорта прежде, до того, как получили ранение, до 20-го числа. Это были, как раз вот эти все события проходили на ваших глазах фактически. Точно да. Да, весь этот захват аэропорта и так далее. Как Вы считаете, почему удалось наших киборгов взять? Дело в том, что аэропорт, это, скажем так, не отдельно взятый ДОТ, не какое-то оборонительное, отдельно стоящее укрепление. Это большая, даже можно сказать, огромная позиция. Взлетная полоса почти 2 или 3 километра длина. Почему так долго наши сражались за позиции в аэропорту? Самое главное вопрос. Потому что противник был вынужден выходить для атаки наших воинов уже на большом расстоянии под наши выстрелы. Нам было выгодно удерживать эти позиции, потому что противник оказывался под огнем наших войск на довольно-таки большом расстоянии. После того, как наземные сооружения практически были снесены уже с лица земли, то эти позиции были оставлены. Долго там шло сражение, и даже когда они начали наступать, начали они наступать символически, как всегда, с 13 января, Новый год по старому стилю, они начали атаковать. И там приблизительно через несколько дней все вражеские средства массовой информации говорили о том, что уже аэропорт взят, наши средства массовой информации показывали, что он не взят, что наши еще там находятся на тех же позициях. Какова там ситуация в этот период была? Я могу сказать так. Я находился в зоне боевых действий 16 декабря по 21-й оключительно, пока мы себя оттуда не вывезли. Ни одного дня там не было здешних. Ни одного дня. Они могут быть чуть-чуть интенсивнее или менее интенсивнее. Но как только восходит солнце, начинаются обстрелы. Начинаются боевые действия. И сказать, что взят Донецкий аэропорт, ну, наверное, будет не совсем правильно. Его нету. Он полностью практически исчез. То есть что же? Зачем наши так долго там находились? Есть позиции, которые просто необходимо удерживать с стратических и стратегических точек зрения. В чем стратегичность этого объекта? Если можно, в принципе, уничтожить было этот аэропорт изначально, уничтожить задные полосы, просто взорвать его и все. Такое чувство, что это был какой-то принцип. Мы просто как обывательные. Я понимаю, что есть вещи, которые сейчас комментировать нельзя. Это уже будет потом, после победы. И больше для специалистов, чем для... Ну, человеческий фактор, да, очень важен здесь. Это самое страшное. Получается, что и погибло много. Есть информация, вот я сегодня с, опять же, с Геннадием Магненко разговаривала. Он говорил мне такие цифры. Ну, я понимаю, что это его какие-то личные, принципиальные, наверное, взгляды на то, что происходит на стране. Но он озвучивал, что где-то уже 15 тысяч погибших по его каким-то там данным за весь период противостояния. Ну, я понимаю, что эта официальная цифра, что там, допустим, до 5 тысяч погибших и мирного населения, и военных, она наверняка официальная. Всегда эти цифры, ну, больше хотя бы в два раза. Ну, насколько вообще, ну, действительно, это драматичная ситуация, и вот что можете по этому поводу сказать? Ну, скажем так, политически выражаясь, мы имеем право сомневаться в цифрах. Потому что, когда говорят, что погибло 2 или 4, да, очень сложно... До какой степени, я думаю, об этом лучше не говорить. Я надеюсь, что все-таки реальное количество будет меньше. Но мы хотели бы, конечно, это верить. Я очень это бы хочу. Люди гибнут, люди получают ранения, увечья, это горькая правда войны. К сожалению, не знаю, когда это закончится, но это необходимая жертва. Ну, многие говорят, что это неправильно скрывать реальные цифры. Трудно комментировать чужие поступки. Наверное, даже бесполезно. Хорошо, ваш сценарий, вот вы говорите, что это оправданная жертва, когда это закончится, неизвестно. А когда закончится? И закончится вообще? Закончится однозначно. Мы берем любые конфликты, любые войны, они всегда когда-то заканчиваются. А как их закончить? Компромисс. Вообще все время идет разговор о диалоге. Компромисс. Говорить с кем? И какой может быть компромисс? Мне кажется, компромисс, скорее всего, возникнет с противоположной стороны. Вы думаете? Я думаю, что наибольший кризис начинает или уже развивается именно в Российской Федерации. С гораздо большими последствиями, страшными последствиями, чем в Украине. У них полохнет. В ближайшее время. У них полохнет в ближайшее время. И, к сожалению, складывается вот такая, когда в России будет плохо, у нас будет хорошо. Это так парадоксально и так неправильно, мне кажется. Я скажу так. Это, скажем, провокационная формулировка. Будет плохо и нам, и им, если будет. У них плохо и у нас плохо. Но пока не произойдут серьезные изменения в противоположной стороне, у северного соседа, сдвигов у нас таких серьезных и решительных не будет. А эти изменения у них назревают. Причем очень серьезные. Я могу сказать так. Среди моих сослуживцев в отряде был офицер, двоюродный брат которого сейчас скрывается от ФСБ, потому что он является одним из лидеров, скажем так, сепаратистского движения за Байкаль. То есть вы понимаете, имеете в виду, что изнутри тоже пойдет процесс какой-то? Ну давайте себе представим, пусть не очень богатым, но хорошо устроенным человеком, который живет в Российской Федерации. Имеет свой бизнес, доволен жизнью. И вот из-за, мягко говоря, политического руководства, которое сейчас там имеется, он начинает терять многое, если не все. Долго ли будет он с этой ситуацией мириться? Ну, украинцы нет. Украинцы сразу на Майдан. И у нас другой менталитет. Мы по-другому воспринимаем. А вот как поведет себя россиянин? Может, на самом деле им нравится все время страдать? Это есть. Это есть. Но мера отстрадания тоже не безгранична. Бывает разная. Да, но потом за Байкалье это не Москва и не Питер, и это как бы другая часть России. Россия большая и разная. Поэтому и есть, конечно, давно уже ходят разговоры, что все может быть и там. Ну, с другой стороны, мы сегодня видим, что на стороне ДНР воюют и чеченцы, правильно? Этих людей нельзя называть чеченцами. Ну, извините. Это кадыровцы. 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 Чеченцы не воюют на стороне ДНР. А вы уверены в этом? Абсолютно. Докажите. Объясняю, потому что я имел личную встречу с чеченцами, которые воюют на стороне Украины. Просто вот меня удивляет. А вот крития Ахабар с противоположной стороны я четко слышу. Просто я говорю о том, что это же гордый народ. Они какое-то время даже хотели быть самостоятельным государством. Но их настолько придавили, что сейчас, по крайней мере, они все равно, хоть и кадыровцы, но они относятся к этому народу. К этой территории. Вы понимаете, у нас, когда мы в школе учились, в советской или постсоветской, у нас немножко недоучили в том плане, что мы очень легко манипулируем географическими и другими терминами. Ведь даже как-то случился такой казус на южненском телевидении коммунальном, на МИФ, что когда была делегация китайцев на ОПЗ, я не знаю, диктор или ведущий, как правильно сказать, назвала их представителями страны восходящего солнца. А это Япония. Конечно. Очень могут оказаться серьезной неприятностью у конкретного человека, если он китайцем назовет японцем, или корейцем назовет китайцем. Есть вещи, которые изначально путать нельзя. И в Чечне, в чеченском народе, уже происходит четкое разделение на тот народ, который был и есть, остается чеченским, и который уже кадыровский. Понятно. Ну и по поводу того, как произошел, так сказать, захват аэропорта. У меня в друзьях есть Денис Олейников. Он автор небезызвестных футболок. И в свое время ему пришлось уехать из страны. И где-то лет, не знаю, 4-5 назад. И его представление приблизительно такое. У меня есть пост на моем рабочем столе. Какие футболки? Спасибо жителям. Не будем говорить, потому что это... Понятно. Я просто не помню именно его как автора. Он пишет такое. Насколько я понимаю, российские оккупанты особо и не скрывают, что киборг-порт был взят при помощи военной хитрости, в кавычках, которая во всем мире называется подлостью. Орки запросили 19 января окно тишины на 2 часа, под слово офицера, для вывоза раненых и сбора трупов. Наши разрешили, слово офицера же. Украинская артиллерия не била, минометчики и снайперы не работали. За эти 2 часа русские заложили взрывчатку под перекрытие и вывели танки на выгодные позиции. Киборг-порт был взят при помощи военной хитрости, в кавычках, которые во всем мире называются подлостью. Особый ценизм в этой истории в том, что 19 января окно тишины на 2 часа, от слова офицера, для вывоза раненых и сбора трупов. Наши разрешили, слово офицера же. Украинская артиллерия не била, минометчики и снайперы не работали. За эти 2 часа русские заложили взрывчатку под перекрытие и вывели танки на выгодные позиции. А дальше, честные помощи, были намерены на хитрости, в кавычках, которые во всем мире называются подлостью. Чтобы ценизм в этой истории в том, что 19 января окно тишины на 2 часа, от слова офицера, для вывоза раненых и сбора трупов. Наши разрешили, слово офицера же. Украинская артиллерия не била, минометчики и снайперы не била. , который, по-четному, по-четному, и снайперы не добили, а не била, минометчики и снайперы не били. Но обычно, с прочитать, что она не била, минометчики и снайперы не била. А опять же, мы имеляемtoi. Ну а если бы они себя по-другому вели? Ну вот если мы так предполагаем. Ну мы имеем, война это продукт деятельности местного населения. Это их гражданская позиция, это их честность, порядочность, ну и другие человеческие качества. По поводу мобилизации четвертой волны, которая сейчас объявлена и уже началась с 14-го объявления, с 20-го началась. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот в таком ключе вопрос. Многие мобилизованные в первую и вторую волну не так и, слава богу, конечно, что они не побывали в зоне АТО. Они просто просидели, проучились, тренировались в штабах и скоро будет демобилизация в марте месяце. И они, получается, будут демобилизованы, а новые будут взяты на мобилизацию. Может быть, просто мне, как обывателю, не совсем понятна логика этого процесса. Зачем необходимо объявлять новую волну мобилизации, если есть абсолютно уже обученный резерв, который мог бы сменить тех, кто побывал в зоне АТО? В чем здесь логика? Логика в том, что мобилизация в стране проводится не для того, чтобы менять военнослужащих в зоне АТО. Если вы почитаете указ президента и соответствующие законы Верховной Рады, там про АТО, условно не сказать. Мобилизация приводится для призыва людей в вооруженные силы, как таковые. Я могу сказать так, что человек, который патологически боится оказаться в зоне АТО, он там не окажется. То есть туда отправляют добровольно, да? Я вам скажу так, даже если человек, ну, никто не захочет, чтобы рядом с тобой находился трос или потенциальный предатель. Такие люди туда не доезжают. У них или грипп начинается, или нога болит. Ну, мы знаем о том, что задают вопросы всегда перед тем, как из этих частей отправляют ребят, да, кто хочет. Ну, как бы есть такая информация, что обычно происходит так. То есть, ну, понятно, что с поезда не снимают нацгвардию, никого не приходят, не вырывают ночью из постели, с ружьем. Потому что такая информация была летом, особенно в конце. Я вот была в Закарпатье, и даже там, там же была вот эта волна вот этих протестных всех этих мероприятий. У нас здесь в Чапанке матери рвали на себе одежду и просили вернуть назад. Говорили, и в Закарпатье та же самая была риторика, что забирают и так далее. Там другая история. Я не знаю, какая в Закарпатье, но то, что касается здесь, это были реальные ребята, которые из 28-й бригады. Да, это тогда было по поводу 28-й, ну, в принципе, волна протеста была по всей стране. Они были тоже в котле в секторе ДЭФ в тот период, поэтому, и они не то, что они просили вернуть их, они просили им оказать помощь, потому что они оказались окружены со всех сторон. С одной стороны, их Россия бомбит постоянно, регулярно, и с другой стороны, их бомбили, ну, то есть они просто, просто даже выйти не могли. Вот такая ситуация. Поэтому просили оказать помощь, прислать туда технику, потому что техника вся сгорела в тот период. Мобилизация приводится для того, чтобы усилить вооруженные силы, как таковые. План мобилизации объявляли уже несколько раз в эфире, что рассчитан срок обучения на 45 суток, из них 30 суток нитальное обучение, 15 суток боевое отслаживание. Как это будет происходить реально, объяснять очень долго. Я так понимаю, что проблема состоит в том, что даже для города Южного есть определенные нюансы, люди боятся. Боятся, конечно. Боятся. Ну, наверное, одно из основных таких качеств, которые дал Бог человеку, это свобода выбора. Один выбирает свободу быть трусом, второй выбирает свободу быть смелым. Третий телепается между двух этих понятий. Очень трудно объяснить человеку, который не хочет видеть реальные вещи. Если кто-то надеется, что они могут отсидеться за чужими спинами, то это очень большая иллюзия. Кроме того, возникает такой вопрос у тех людей, которые сейчас реально с оружием защищают страну, своих родных, близких и всех нас. Вопрос такой. Почему именно я, а не кто-то другой? Вот, когда я находился недалеко от города Донецка, мне, конечно, было немножко интересно смотреть. Такой сюжет идет перестрелка. И тут же видишь, как в Донецке сияют высоконавтажки и фейерверки. Жизнь идет своим чередом. А в это время идет перестрелка, идет бой. Там тоже кто-то надеется, что за них кто-то отпудет. Это уже даже на ту территорию. А что касается, например, мужчин воли старшего возраста, слегка за 40, я скажу так. Не хочешь, чтобы твой сын шел под ружье, иди сам. Ну, да, на самом деле это сложно, конечно, да, если у людей нет такой позиции. Все равно принять тот факт, что можно как-то себя перестроить и пойти все-таки служить, это, наверное, сложно очень. В нашем городе... Я извиняюсь, что вас перебью, понимаете. Вот с точки зрения специалиста, как офицера, я могу сказать так. Есть определенное качество любого человеческого материала. Ни мне, ни моим товарищам не хочется, чтобы рядом были люди морально слабые духом. Тот, который хочет, он научится. У кого нет силы духа, у кого-то слаб, ненадежен, зачем он нужно рядом? С другой стороны, кроме военной службы, чисто военной, с оружием, нужны еще и рабочие руки. Разгрузить вагон боеприпасов за один день, это тяжелая физическая работа, ее тоже нужно кому-то делать. Проблема в том, что у нас управление, оно немножко ригидно тормозит и не учитывает реалии времени. Если человек из политических, религиозных, каких-то других соображений не хочет выполнять свой долг по защите Родины, предоставить ему возможность реально откупиться от этой функции. Не хочет нести службу с оружием, пусть роют оборонительные сооружения, с лопатой в руках, пусть разгружают боеприпасы, пусть в конце концов работает санитаром в госпитале. Такая норма прописана в законе, но она не касается мобилизации, она касается заоруженной службы, к сожалению. Они не говорили, что управление тормозит. Да, то есть еще пока не обновили этот закон. Что касательно вот тех, я просто их немножко хочу пройтись по тем основополагающим вопросам, которые всегда возникают в интернете. Обстреливали ли наши украинские военные Донецк с позиции Донецкого аэропорта? Потому что этот диалог длился на протяжении всего августа, осени всей, что почему нас обстреливают украинские военные, так говорили не только в Донецке. Потом пошла информация о том, что совсем иначе эта вся картина выглядит. Вот что можете сказать по этому поводу? Существует правило. Украинская артиллерия не открывает огонь, если до населенных пунктов расстояние меньше одной тысячи метров. Киаметра. Метра. Одного километра. Одного километра. Не открывает огонь. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Даже в ответ. В ответ это... Ну, вот такой ответ. Ну, если стреляют в вас. В ответ такой, да. Понимаете, это означает, что противник, например, поставил свою батарею на расстоянии тысячу метров. Тогда можно открыть огонь. Но если он стреляет из-за городских улиц, куда отвечать? То есть огонь по городским кварталам не наводится? Потому что это очень больной вопрос, который, ну, безусловно, доказать невозможно сейчас всем, что это больно. Но они же ведут оттуда. Но перестрелки же происходят. Очень легко доказывается, откуда прилетают снаряды. Для этого нужно провести сбор осколков, сделать фотографирование воронок, привязать их на местности к сторонам света. И любая мина, любой снаряд по этим следам четко прорисовывается траектория. Ну, простой житель не будет в Донецке. Они смотрят российское телевидение. А им сказали, вот вас обстреляли сегодня украинские оперативы. И Дебальцево до сих пор так и считают, что там внутри есть украинские военные. Даже некоторые жители Мариуполя так считают? Да. Ну, украинская армия не стреляет. Нет. Мы спросили жительницу Донецка, стреляет ли противоположная сторона, стреляет ли она с жилых кварталов. Она сказала, да. И фактически они это делают фактически с каждого двора. Там расположена система... И что делать украинской армии в таком случае, если их обстреливают с жилых кварталов, и в ответ украинская армия не может стрелять? Что тогда делать? Давайте себе представим такую ситуацию. В 1941 году немцы атакуют город Киев. Что происходит с городом Киева? Жители берут свои вещи, и кто на чем может, кто на машине, кто пешком, уходят с под обстрелом. Это реалии? Это реалии. Жители Донецка куда-то уходят? Нет. Нет. Они фактически прикрывают этих самых бандитов своими собственными делами. То есть только в случае, если оттуда уедут жители, можно будет... Дело в том, что никто не может себе представить такую ситуацию, что армия будет штурмовать город Донецк. По поводу коридоров и эвакуации. Не было у нас эвакуации ни разу, по-моему, да, за это время из Донецка и Луганской области. Такой вот массы. Даже не из одного города. Да, спасти детей, больных стариков, спасти женщин, я не знаю, кого угодно, просто хотя бы как-то точечно, допустим. Я знаю, что в Крымском буквально пару дней назад, ну и в принципе все время идут жуткие бои. Счастье Крымское, Дебальцево, там их много, этих маленьких населенных пунктов. Там люди тоже, вот все чего-то ждут. Вот вы говорите, в Донецке фейерверки под обстрелами. Это какое-то парадоксальное свойство психики. Ходить во время обстрелов по городу, гулять с детьми на улицах, ездить на велосипедах. Мы же смотрим, как это происходит. Я могу рассказать другой пример, который лично видел своими глазами. После Рождества. Как раз он теперь, примерно градусов 5 морозов, ночью позицию обстреляли. Заметили, откуда обстреляли. Примерно по фронту 200 метров разбитый автомобиль. 11 часов дня. Начинается обстрел противника. Положили они около десятка мин. Обстрел прекратился. Уже во время обстрела со стороны Авдеевки идет дедушка, примерно лет 60, с палочкой. Идет, несмотря на разрывы мин. Разрывы прекратились, дедушка подходит к нашей позиции. Идет по этой дороге. Подходит к месту, где, предположительно, был противник ночью. Ненавязчиво сходит в сторону. И так по деловому осматривает территорию. Чтобы доложить войну. И идет дальше. Вы можете себе представить ситуацию в классической войне, что вдруг между противоборщик сторон выходит местный житель и просто идет куда-то посмотреть. Мне сложно представить, я на войне, слава богу, у него была. Но он же не просто шел. Я так тоже думал, что это был непростой вид. Ну да. И вы его так отпустили? Да. Он мирный житель. Он никому ничего плохого не сделал. Он спокойно пошел в сторону противника. Но это как-то неправильно, мне кажется. Скорее всего, мы опять поднимаем такой уже долго звучащий вопрос у всех. Объявлять или объявлять в этих областях военное положение. И тогда, если военное положение, тогда вы действуете по отношению к таким людям по-другому. Ну то есть, как бы украинская работа может. Я должен сказать так, что если до сих пор президент и правительство не идут на этот шаг, значит есть какие-то очень серьезные причины, о которых мы просто не знаем. Ну нам объясняли, да, перед этим Миша рассказывал, что сейчас у нас подвищенный режим боевой готовности. И почему нет военного положения, потому что в связи с этим останавливаются стратегические предприятия, которые обеспечивают нам сегодня хоть какие-то показатели в экономике. Ну и один из факторов, что если мы объявляем военное положение, то мы определяем таким образом потенциального противника и как бы объявляем ему войну. Ну так нам объясняют эксперты. Ну еще есть один такой фактор, что сейчас у нас поддержка Евросоюза и всех прогрессивных стран мира. А те государства, которые объявляют войну, прогрессивные страны не поддерживают. Может быть, конечно. То есть эти причины вполне могут быть, ну такими объективными, так скажем, в этой ситуации. А что там на линии фронта говорят? Вы имеете в виду, о чем говорят военные между собой? Да, да. О чем говорят и чего ждут? Военные между собой о войне не говорят. Как Вас обеспечивают? Потому что мы знаем про волонтерское движение, что оно вездесущее. Где бы ни находились наши украинские военные, им везде оказывается помощь. Вот какой Ваш опыт? Значит, на передовой военнослужащие одеты, обуты. Могу сказать, по нашему подразделению, у нас было у каждого минимум три пары обуви. Теплой и такой повседневной, что можно было менять. Горячее питание мы могли себе обеспечивать три раза в день. Боеприпасов хватает, оружия хватает. Благодаря чему? Государство? Министерство обороны? Или не только? Значит, в одежде. Одетые практически каждый, как банда Батьки Махно. В основном это... Все во что угораст. Да, кто во что угораст. Но зато это удобно и практично. Вот. Питание. Питание обеспечивает Министерство обороны. Обеспечивает питание. Калорийное. Разнообразие питания обеспечивают волонтеры. Дополнительную одежду обеспечивают волонтеры. Вот так вот. Ну и доставку у Вас, да? Доставку тоже раненых обеспечивают? Доставка раненых, значит, производят как? По эвакуации раненых волонтеры стараются комфортабельными машинами встречать военный транспорт, грузовой, как можно ближе к линии фронта, чтобы перегрузить в комфортабельные теплые автобусы и везти в госпиталя. Что касается мундирования, почему я так сказал, как батька Махнов, потому что то мундирование, которое было в украинской армии, ну, мягко говоря, себя не оправдало, оно не выдерживает эксплуатации. Нужна качественная одежда, которая изготовлена. Уже шьют, но пока месячем не доходит. А как относитесь к тому, что поступила гуманитарная помощь из Канады, Польши, там еще есть какого-то государства, и в том числе и форма будет оттуда? Это нормально? Нормально. Форма изнашивается очень быстро, а если, не дай Бог, получила ранение, то ее разрезают полностью, потому что ищут. Снять надо просто. Там же очень серьезные, да, вот эти разрывные все стороны. Даже если ты думаешь, что ты целый и отделался легким испугом, все равно врач, фельдшер разрежет всю форму и будет искать целотые места. Что нужно делать нашим жителям нашего города? Как нужно относиться к тому, что происходит там? Мы все время об этом говорим в каждом эфире. Мы просто заклыкаем, призываем наших зрителей, чтобы они понимали, что это очень серьезно. И это, конечно, там далеко. Это такой локальный конфликт. Если посмотреть на карте, казалось бы, какая-то ерунда. Там пару областей, таких маленьких точек. Но когда начинаешь понимать, какая драма там развивается, и как важно сдержать вот этот огонь там, чтобы он ни в коем случае сюда не дошел. Что можем сделать здесь мы? Мы можем помогать нашим волонтерам деньгами, все, что необходимо покупать. Насколько это важно и реальная ли опасность, что эта линия фронта продвинется вперед? Линия фронта вперед продвинется. Она продвинется на восток. Это будет вперед. Вы уверены в этом? Да. Что надо делать нам? То есть это мы туда пойдем. Мы туда пойдем. Победа будет за нами. Но а нам что надо делать, чтобы эту победу приблизить? Что бы я посоветовал жителям нашего любимого города? Это самое главное не упадать в один из страшных грехов. Грехов самообмана. Раскрыть глаза и посмотреть на правду жизни. Понять, что принципу «Моя хата с краю» уже не проживешь не то время. Если кто верит в Бога, любит маму и своих детей, то пусть определится в этой жизни, кто и для чего. Ваши близкие как восприняли? Что это? То, что вы в зоне боевых действий. Ну, я пытался их, так сказать, вести в иллюзию, что я, как и первый раз в командировке транспорта, ну, в принципе, догадывались. Проблема была в чем? Проблема, ну, мы привыкли к тому, что нужно обязательно каждый день звонить по телефону. И трудно было найти время так, чтобы не слышно было в трубку разрыва. Приходилось как-то изворачиваться или смс-ку посылать. Единственное, когда получил ранение, они эвакуировали из зоны непосредственно. Тогда уже позвонил домой и сказал, так и так. Многие так делают. Вот те, кто сейчас осуществляют, то они… Ну, во-первых, ну, нельзя своих близких травмировать. Всегда у них должна быть надежда на то, что с тобой все будет хорошо. Они и так знают, что с тобой будет все хорошо. Во-вторых, ну, мужчина не должен проявлять слабость. Им более нельзя ни в коем случае срывать свой душевный дискомфорт на своих близких. Как Вы относитесь к последнему ноу-хау Кабинета министров, где за определенные боевые подвиги будут давать вознаграждение? За подбитый танк 48 тысяч, ну, это самое растиражированное. Мы просто забыли, что это уже было. Это было еще в самом начале событий. Просто тарифы были другие, разы меньше. Ну, там Коломойский, насколько мне… Не, не, это правительство. Турчино, еще будучи его президентом, уже подписывал указ о вознаграждении. Это реалии войны, это всегда было, есть, это, ну, как, пусть небольшой стимул. Ну, а представьте себе, тот же солдат получает ранение. Да, государство лечит, поддерживает. Ну, а если протезирование на ЛИПО, сколько стоит денег? Там денег за подбитый танк мало помогут. Ну, и Вы еще учтите, что если солдат подбивает танк, это подбивает не он один, а подбивает, например, расчет орудия или танка. Это делится на всех. И не за деньги там сражаются. Вот именно, не за деньги. Не за деньги. Да, сражаются. И просто у меня здесь моральная точка зрения. Как-то, может быть, лучше награждать все-таки и делать государственное премьирование? Ну, там, замуженность. Ну, делать нормальное, хорошее. А так оно выглядит. Вот это вознаграждение очень как-то... Ну, нам так выглядит. Я не знаю. Как приманка на крючок. Да. Я могу сказать так, что в годы Великой Отечественной войны, на исторические примеры, которые так любят нас ссылаться, были эти тарифы. За танки его подбитые, за битые самолеты. Все это вознаграждение заканчивалось рапортом солдата, который писал, прошу перечислить мое вознаграждение в фонду обороны. Понятно. Ну, я надеюсь, что мы так... Ну, вы можете себе представить солдата на передовой или там, ну, короче, бойца, который подбил тот же танк и положил себе в карман эти деньги, сказал, что это мое. Я такую картину не представляю. Там другие отношения между людьми. Вам не хватает вот этих вот внутренних каких-то диалогов, общений? Мне кажется, какой-то уникальный мир у вас там сформирован. Ну, конечно, это своеобразная группа социальная со своим профессиональным сленгом, со своими определенными нормами. Ну, вы ощутили вот эту разницу? И как вы привыкаете к вот сейчас? Вы буквально дома вы сутки, да? Да, вторые сутки. Вы привыкаете к этой обстановке или нет? Для меня такой вопрос не существует. Я съездил туда как на работу и вернулся. Да. Ну, это моя реальная работа, понимаете? Это то, что я умею и люблю делать. У нас есть ситуация по Мариуполю. Сейчас, да, будем про это? Хорошо. Просто есть информация о том, что у нас проблемы с интернетом, что нет пропал репост и ничего нет. Есть все в порядке или это у отдельно взятых зрителей просто какие-то проблемы? Может быть, мы проверим скорость нашей передачи, сколько мы отдаем, потому что пишут о том, что ничего нет. Просто не хотелось бы сейчас тратить время на это, если можно что-то проверить. Но она же пишет программу в любом случае, да? Сейчас просто проверим. Да, у нас есть сегодня, в общем, есть такая акция. Я хотела бы о ней просто немножко предположить. Мы что бы хотели сказать. В Мариуполе, а это территория, которая, слава богу, подконтрольна украинской армией, есть там очень много проукраински настроенных жителей. И один из таких объектов – это интернат детский. Да, сейчас у меня немножко кто-то тормозит компьютер мой личный. Есть такой, значит, приют, интернат для мальчишек, для таких героев улиц, скажем так. Называется он «Пилигрим», республика Пилигрим. Его возглавляет Геннадий Махненко. Это известный общественный деятель. В прошлом он, как я понимаю, работник МЧС, священник, пастор он протестантской церкви. И в его, в этой республике Пилигрим, ребята, мальчишки, подростки, несколько дней назад, после того, как все эти события драматичные в Мариуполе произошли, они приняли решение, у них есть президент, у них там республика парламентская, то есть у них, в общем, все очень серьезно, они такие серьезные ребята, они очень сильные патриоты, они приняли решение, что они будут голодать за Украину. Их акция называется «Хлеб и вода за Украину». Это так трогательно, уже несколько дней они ничего не едят практически, ну, едят, их кормят, безусловно, я могу показать эти фотографии, если можно, на моем рабочем столе. Всего лишь пару дней длится их акция, и Геннадий Махненко, безусловно, не разрешает им себя мучить голодом, естественно, потому что это все-таки подростки, растущие организмы, но все равно он их морально, так сказать, поддерживает. Сегодня я, у меня проблема немножко зависает, интернет в компьютере, я сегодня позвонила ему по телефону, у него есть опубликован номер телефона, который в соцсети, на фейсбуке, тут в посте там он опубликован, и мы с ним поговорили о том, об этой акции, зачем вообще она была инициирована, какова ее цель, как ребята себя чувствуют, и о многом, о многом другом. Мы поговорили с ним по телефону, потому что у него не было возможности выйти по скайпу сегодня с нами на связь, вот, и я сейчас открою этот файл, и мы послушаем о том, что говорил этот человек, с ним было очень интересно разговаривать. Алло? Алло, да, я слышу хорошо, вы мне отверстили? Мы можем говорить, да? Ну, в общем, я выписываю наше интервью, и я желаю вас радость, чтобы мы могли нормально говорить. Значит, насколько я понимаю, это акция поддержки недавнего дикла. Вообще, в принципе, расскажите, кто инициатор, вы и ведитель сами с инициировали, или как она проходит у вас? Слышно звук? Не слышно звук? Хорошо, давайте тогда прерву, я пишу тогда в своей статье этот диалог. Он рассказывал о том, что приняли решение сами дети, и на протяжении двух дней они голодают, так сказать, ну, не голодают, едят хлеб и воду, но он принял сегодня решение, что будут они пропускать просто завтраки, либо обеды, либо ужины, чтобы не было у них такого очень большого перерыва в еде. К ним присоединились, к этой акции присоединились, они пустили ее в интернет, эту информацию фотографируют себя телефонами, ставят хэштег «Хлеб и вода за Украину», и люди могут присоединяться к этому процессу, и у них уже очень много подписчиков к этой акции, и их поддержало несколько, ну, и тысяч, как говорит Геннадий Махенко, человек. По всей Украине? По всей Украине, за границей, ну, в смысле, в Европе и даже в России. Я не знаю, что сегодня происходит с нашим интернетом, ужасно тормозит вообще все. Я хочу просто показать количество вот этих вот, ну, фотоотчетов, цель акции присоединиться к этому, и показать, что ты солидарен с этими детьми, и вообще направлена на то, чтобы продемонстрировать протест против агрессии России над Украиной. Таким образом дети решили, в общем, выразить свою гражданскую позицию. Надеюсь, что завтра у нас с Геннадием Махненко будет возможность пообщаться по скайпу, чтобы это было более, так сказать, предметно. Ну, вот какие-то, не знаю, сегодня метафосы. Это помогает? Скажите. Я надеюсь, что все-таки детки изменят свое мнение, и наоборот, на зло врагов будут хорошо кушать молодую кашу и все остальное. Вы знаете, конечно, поддержка бывает самая разнообразная, нам вот быть вот в такие немножко комические формы перетекать. А на самом деле, мне бы хотелось, чтобы все было нормальным, реальным и, самое главное, не вредным для самих себя. Я, конечно, хочу сказать, что поддержка народа колоссальная. Наверное, будет неправильно сказать, что народ поддерживает армию. Народ и армия – это все едины. Все едины. Армия и те, которые с оружием сейчас сражаются, и которые обеспечивают тыл. Все украинцы, они все сейчас одной мыслью, единой думкой, теки пропоримов. Я бы хотел, пользуясь эфиром, очень поблагодарить южненцев, которые лично меня снаряжали в эту поездку. Это наша армия «Хелп», это громада Украинской Православной Церкви. Хотел бы поблагодарить всех, которые поддерживали меня. Надеюсь, что я их не подвел и пред не подведу. Ну, а дела должны быть все-таки более реальными. Не нужно голодать. Мы тоже за это. Не нужно голодать. Вот в интервью сегодня мы услышали аргументы, которые он предъявил. Мы завтра постараемся связаться с ним по скайпу, чтобы это было понятно. Потому что, на самом деле, нет такого плода масляного. Они просто, как дети, решили привлечь таким образом внимания. Они не добились. Их уже снимают на телеканалах, и, конечно же, на российских. Еще раз тоже хотел сказать, вот тема детских рисунков. Да-да-да, это тоже. Тема детских рисунков. Постоянно приходят посылки, там обязательно детские рисунки. Смотришь, ну, как правило, дети не пишут, сколько им лет. Ну, предельный возраст, как мне кажется, в основном 10-12 лет. Уже более подростки, наверное, стесняются как-то выражать там свои эмоции именно в рисунке, как им кажется примитивным. Но это действительно очень, так, зворушие людей. Казалось бы, такая мелочь, да, это очень необходимо. Вот и взрослые дяди плачут, расчуриваются. Девочка прислала посылку, была акция от новой почты. Они предоставляли бесплатно коробочки, ну, примерно где-то на полкилограмма веса. И каждый желающий мог туда заполнить, а новая почта бесплатно доставляла в АТО. Они безадресные, просто солдату. И какая-то девочка положила рисунок, конфеты, 10 гривен. И дает свои кармальные деньги. Все были очень так впечатлены. Да, это очень помогает. И это очень, по крайней мере, то видео, которое я периодически смотрю, вражеское видео, когда они заходят в эту комнату, а вся комната, это произошло, я не помню, как красный партизан. А вот, это та территория, это нейтральная полоса. Но на этой территории как раз происходит и обмен пленных. И там есть блокпост украинский, и есть блокпост другой стороны. И, по крайней мере, блокпост украинский, он не очень хорошо оборудован. Там были просто пограничники, молодые парни, которые, и у них, ну, оружия практически не было. И вот враг начал на них наступать. Они их там захватили и взяли часть в плен, и часть, к сожалению, парней погибли. Но они это представили таким образом, что якобы они взяли этот населенный пункт. Ну, в общем, взять его была не проблема, на самом деле, потому что у них не было тяжелого... Тяжелого артиллерия. Вообще, даже БТРа не было на той стороне, потому что это как бы нейтральная полоса. И они показывали это видео, как они заходят, а у них в комнате все обвешано, обклеено детскими рисунками. То есть... Каратели. Да. И они, конечно, я думаю, что сами были шокированы тем, что они увидели детские рисунки. Они что-то там... не то они ожидали увидеть в этой комнате, я думаю. Это однозначно, без сомнений, потому что тот, я не знаю, как его правильно назвать, боевик, ополченец, солдат российской армии, который принимает участие в действиях с той стороны, он однозначно не чувствует такой поддержки. Ее практически не существует. Он или рискует на свой... по собственному решению, ну, я, конечно, немножко далекоюсь. Я, честно говоря, там идеологии и политики не вижу этих людей. Ну, безусловно, они же за деньги, наверное. Ну, какая у них может быть идеологическая составляющая? Или жанра наживы, или уже какая-то патология. А что касается тех русских солдат, или российских солдат, как правильно сказать, я с ним столкнулся в первую командировку, когда ездили противнику забирать пленных, купитых, раненых. Ну, достаточно было посмотреть, как горели глаза солдата, когда он прикарманивал там перочинный ножик, зарядку от мобильного телефона, какую-нибудь бесполезную с точки зрения, например, меня, железяку, который сжал на кабине автомобиля. Ну, вот он приехал домой, он покажет своей девушке. Вот был в Украине, отобрал. Заработал. Отобрал ухохла. То есть, мотивации совершенно разные. Тот человек, который служает сейчас за Украину, он возвращается домой с чувством выполненного долга. Он горд тем, что он оказался в нужное время на нужном месте. Да, он пережил страдания, он, может быть, был ранен, может быть, наверняка пережил смерть своих близких и так дальше, товарищей по службе. Но это то, что будет его согревать всю оставшуюся жизнь. Это то, как говорится, не стыдно и детям рассказать, и самому не стыдно вспомнить. Что будут, какие воспоминания будут у тех людей, я не знаю. Но у них очень сильная пропаганда. Они, может быть, не понимают, но они посмотрят телевизор и точно поймут, что у них правильный путь, они идут за русский мир, за... За Новороссию. Очень легко прятаться за этим словом пропаганда. Начнем с того, что народы Украины и народы России позиционируются, как народ православный. Нигде не написано, верю в президента. Верить нужно в Бога. И, наверное, последний отчет придется держать перед ним, а не перед местной администрацией, какая бы она ни была. Но русская армия привыкла за царя и отечество идти в бой, насколько мне помнится. Такая у них идеология, другая. Понимается, что все-таки когда-то у каждого человека доступает момент, когда он дает отчет саму себя. Если хочется локоть укусить, а уже не достанешь, это его проблема. Я считаю, что вообще-то война идет на неполитические мотивы. Там уже идут цивилизационные и моральные. И, на мой взгляд, фактически идет война гражданская. Но не война гражданская между гражданами нашей страны, а между гражданами бывшего Советского Союза. Фактически один язык, одни песни и телевизионные передачи. Родственники здесь и там. Но кто-то повелся. Здесь, на мой взгляд, такая ситуация, что те люди, которые сейчас творят агрессию против Украины, они совершили очень серьезную ошибку. Они захотели нажиться на войне. Нажиться на войне. И им еще придется об этом пожелать. Давайте узнаем, что у нас в Луганске происходит. Сейчас свяжемся с Александром Гориным. Он ждет нашего СНК. Свяжемся с Александром Гориным. И узнаем, какова там ситуация. Он сейчас находится в Северодонецке, в Луганской области. Недалеко от всех событий и недалеко от линии фронта. У нас, к сожалению, зачекайте, будь ласка, абонент, разговляй. Сегодня мы с ним общались. Он говорил о том, что вот это Крымское, вот это село небольшое, в котором еще буквально неделю назад жители наконец-то изъявили желание быть эвакуированным. Там было 500 человек. Но, к сожалению, так и не получилось всех эвакуировать. И, в общем-то, ситуация там трагичная. Сегодня весь день занимались доставкой гуманитарной помощи, развозили. В общем, все очень серьезно, страшно. И даже вот в Северодонецке там, в принципе, периодически слышны стрелы. То, что там не так далеко это все происходит. Стреляют, конечно, тяжелые артиллерии. Так что наш Александр Гори находится в такой, в самой, почти что на линии фронта, можно сказать. Желаемому удачи. Его нелегкой и полезной деятельности. Мне кажется, это самая страшная война, какую можно себе представить, когда работает в основном, там же нет пуль фактически, там все тяжелое. Там все есть. Там есть все. Ну, это сложно даже себе представить, как это возможно в 21 веке. Я вам скажу так. Это вообще дико представлять войну в 21 веке, тем более в нашей стране, с нашими народами. Это вообще, это дикость, это практически национальный позор. Есть такой вопрос. Только не для нас. Да, вот некоторые, своим сыновьям, как раз на Хроматском, в одном из телевидеопроектов, там был такой военный, которым сделали такую видеозарисовку. И он как раз говорил парню о том, что он вообще был ВВшником внутренней войска. То есть он и на Майдане стоял там. То есть теперь он уже воюет и защищает нашу Родину. Его отец, вот он русский, и говорит, вот как ты в русского стрелял? Вот этот момент, да, психологический, вот как в русских стрелять? Вот приходится думать, ну, что вы делаете вообще? Вот в принципе о том, что вот там наши братья. Вот этот момент приходится переламывать. Давайте представим себе такую ситуацию. Машина патрульно-постовой службы получает вызов бандитского нападения. Старший наряд приходит на место преступления и, в первую очередь, интересуется, какой нацией является нарушитель закона. И если они, например, одной нации, он его отпускает. Если другой, он его задерживает. Нормальная ситуация? Нет. Я думаю, что нет. Нет, понятно, да, просто этот вопрос возникает у многих людей. Этим людям я бы хотел сказать словами классика. Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной. По-моему, Некрасова написал. Что им еще сказать? Спасибо. Это вот давит на такую самую дешевую жалость и нестойкость. Ну, оно, в принципе, все равно нам отсюда здесь это все сложно осознать и понять. Ну, дай Бог, чтобы это закончилось раньше, чем пришло нам это осознание и понятие. Алло, Александр Васильевич, можете говорить? Я вас переключила на громкоговоритель. Скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас в Луганской области на передовой, на линии фронта? Слава Украине! Героям слава! О, слышу. Хорошо, я немножко, если у вас даже успел, немножко посмотреть, я, по-моему, если Саша не ушел. Не ушел Саша еще? Не ушел. Не ушел. Я хочу ему передать огромный привет с удачной. Спасибо. Рад его видеть живым. И мы рады тебя слышать. Не вредил, я не могу сказать, но очень рад его видеть. Почему же там? Вот, выглядит хорошо, все, значит, все нормально. Вот, и так, еще, вот, так говорится, с возвращением. Спасибо. Что по Луганщине, да, рассказать? Угу. Алло. Да, да, да. Дву слова, что по Луганщине. По Луганщине у нас ситуация, в принципе, стабильная. Вот, на данный момент, в общем-то, с нашей стороны, ну, были события в недельной давности, да, когда, в принципе, были ожесточенные, скажем так, провокации со стороны ЛНС. Вот, на данный момент, в принципе, ситуация немножко, как говорится, выравнилась. Наши висковые так укрепились, в принципе, была переброска тяжелой техники. Вот, и, в общем-то, на данный момент, в принципе, ситуация уже такая более-менее стабильно контролированная. Вот, были такие моменты пару дней назад, опять в Соляре, счастье, где был поврежден окончательность энергоблоков. Вот, и наш район, в большей части, опять, был без света. Вот, в принципе, да, аварию устранили быстро, в часа за два. Вот, и, в принципе, как бы, ситуация более-менее контролируемая. Вот, что такое, как говорится, уже стало постоянно обстреливать по басу, но это вообще не заменит недалеко от нас. Вот, а также Крымская, вот, то есть там, в общем-то, Купасная постоянно находится под обстрелами со стороны сепаратистов и российских войск. Люди вынуждены переселяться, то есть там, уезжать с этих мест. На данный момент у нас, в Клинском районе, насчитывается уже порядка 7400 человек переселёнцев, вот, зарегистрированных, но из которых реально проживает вот тысячи полторы человек, которые размещены, которые получают постоянно гуманитарную помощь, как и за счёт государства, так же и за счёт доноров с Европы, с Америки. Вот, также недавно посещали интернат, где приезжали дети с Одессы. Да, помните ту историю? Когда перед Новым годом мы должны были заправить. Да-да-да, помним, да. Домой, да, то есть сюда, где они находились, жили. Вот, перед Рождеством эти дети попали сюда, то есть тогда мы их тоже встречали, они ехали поездом, вот, у Константиновки, потом они их перебросили просто сюда, то есть дети, в общем-то, довольны. Вот, и недавно тоже приезжали к ним, ну, вот, общались, то есть дети накормленные, счастливые, румяные, учатся, занимаются спортом, то есть, как бы, ну, всё, в общем-то, нормально. Александр, больше тысячи человек, это уже гуманитарная катастрофа в вашем районе. Как вы справляетесь вообще? Ну, что вы подразумеваете по словам гуманитарной катастрофы? Ну, так, есть такая формулировка, когда очень много людей прибывает, не живущих ранее на определённую территорию, это же нужно обеспечить жильём, ну, всем. Мы как раз для этого здесь находимся, чтобы не было того гуманитарной катастрофы, чтобы не было социального уцена. Да, понятно, что люди, естественно, вы же понимаете, приезжают, переезжают не от хорошей жизни, вот, но наша задача максимально мобилизовать силы как районной администрации, так, естественно, и не без помощи областной администрации Луганской области и лично Геннадий Геннадьевич Маскалян, вот, и все администрации, то есть мы, ну, работаем как слаженный механизм для того, чтобы люди себя ощущали комфортно и чтобы, ну, и получали вовремя гуманитарную помощь, расселение, медицинскую помощь и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день нельзя сказать, какого-то там социального, вот, или же там о какой-то гуманитарной катастрофе, потому что, в принципе, и выплаты людей, которые зарегистрированы здесь, на территории района, они получают социальные выплаты, которые предоставляются государству, ну, и, соответственно, еще идет и очень много различной помощи, как материальной, так и вещевой, там, я не знаю, там, стройматериал и так далее, то есть от доноров с Европы и с Америки. А скажите, мы с вами неделю назад общались, линия фронта не сдвинулась? Линия фронта не сдвинулась, но обстрелы приграничных районов стали более ожесточены, то есть сепаратисты настроены на том, чтобы действительно запугать людей и значит, и то, что осталось, как говорится, там, у людей, там, какое-то жилье и так далее, и тому подобное. Поэтому о перемещении самой линии фронта об этом говорить не приходится, это не соответствует действительности, но то, что активные действия стали более такие ожесточенные, то это действительно есть. 31 блок, 29 блокпост, это те, о которых мы знаем из средств массовой информации, они остались на том же месте или передвинулись? Нет, они остались в том же месте, но я уже комментировал, когда-то, что 31 блокпост это грустно каких-то там испоручить, там, я не знаю, блоков и так далее. Поэтому там сейчас ничего не осталось, но наши литары с 29 блокпоста, находясь там, они контролируют ситуацию, которая географически ближе 31 блокпосту. Вот, усиленный у нас, естественно, и пропускной режим в данный момент. сейчас, знаете, да, 26 числа принятый кабинет министров, чрезвычайная ситуация, вот, происходит мобилизация, то есть, в принципе, к каким-то нежидностям, в общем-то, мы здесь на этом месте мобилизованы, готовы, вот, проводятся заседания, западываются в теки бюджет на какие-то чрезвычайные ситуации, вот, потому что в данном этапе у нас стоит задача, естественно, если вдруг начнется какие-то активные боевые действия, у нас будет какое-то время все-таки на то, чтобы отреагировать, то, естественно, задача будет стоять в том, чтобы сохранить людские жизни и максимально, так сказать, приятные, потому что люди могли переместиться в безопасное место. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Александр Васильевич. Всего доброго вам. До свидания. Берегите себя. Удачи. До свидания. Вот такая ситуация, и в завершение темы я вас хочу спросить, у нас здесь такая, ну, мы, можно сказать, все время провоцируем обсуждение этой темы, ситуации на востоке страны. Ее мы обсуждаем не только с вами, допустим, мы также ее обсуждаем с чиновниками. у нас складывается впечатление, что наши депутаты, исполнительный комитет, они сознательно моделируют совершенно другую ситуацию, что у нас все хорошо, все прекрасно, вот в Южном, если это не происходит, значит, это, ну, значит, это хорошо, и спасибо жителям, что они так все спокойно воспринимают, что они, ну, все хорошо. Как вы считаете, насколько это правильно? Ну, во-первых, недооценивать ситуацию, это преступно, данная ситуация, каламбур получился, в данное время. Переоценивать тоже опасно, нужно реально смотреть на вещи. Мне как-то трудно сейчас оценить, потому что в городе давно не было. Ну, скажем, дискуссия должна быть по этому поводу. Ну, мы ее сами провоцируем постоянно, эта дискуссия должна быть. Да, потому что мы как бы считаем, что проинформирован, значит, вооружен. Конечно, конечно. Ну, в августе, нет, в сентябре, я видел, вроде бы, какие-то ямы нарыли на побережье в плане подготовки города к обороне. Ну, надеюсь, это больше таких смешных решений не будет. Туда закапывали танки? Да, туда закапывали танки. Закапывали танки, мы об этом писали, там можно уже давно озвучивать, потому что... Ну, уже там танки, наверное, не... Выкопали, наверное. Да, уже закопали танки. Дивизер. Или выкопали, да. Это серьезный спектр, им нужно заниматься, конечно, каждый день. Ну, и заканчивая наш эфир, немножко проанонсируем тот эфир, который будет завтра. Завтра в 6 часов мы будем здесь говорить о ситуации в зоне АТО. Я думаю, намного больше. Уже на сегодняшний день у нас есть гости потенциальные, которые... Жители Луганска, Донецка, которые выехали за пределы этих городов в связи с тем, что пришлось уезжать, так сказать, от беды, которая там произошла. Поэтому постараемся записать интервью. С Геннадием Махменко обязательно, даже если не будет он в прямом эфире, то по скайпу мы запишем уже завтра точно. Он очень интересно рассказывает, мне очень интересна его позиция и очень хорошо объясняет, кто воюет, откуда стреляют и вообще всех нюансов. Жители Донецка и Луганска, которые сейчас находятся на территории Украины в разных городах, они с удовольствием идут на контакт и готовы рассказывать о тех проблемах, с которыми они сталкиваются и о той ситуации, так сказать, своих близких, знакомых, которые остались в Донецке и Луганске, соответственно. Но, кроме того, хочется объяснить, что у нас такие есть иконы, иконы, ангелы. Вот здесь у нас сейчас оформлено это не просто элемент дизайна. За моей спиной икона пани Ларисы Демьянышиной, она ее нарисовала. Здесь на нашем стеллаже есть ангелы во всех своих проявлениях и написаны разными техниками. Это такое мероприятие, инициатором которого в городе Южном стала Лариса Демьянышина, наша художница. Мы об этом написали материал. Инициатива в чем заключается? Эти рисунки, они на продажу. Все инициативные люди, даже не умеющие рисовать, у меня на стене есть эти фотографии, вот даже такие маленькие мальчишки, они тоже пришли, присоединились к этой акции нарисовать Янгола для киборхив. Мастер-класс проводила Лариса Демьянишина, и эти картины, они могут быть проданы. Стартовая цена 300 гривен. Деньги, собранные от продажи этих картин, пойдут на лекарства нашим украинским солдатам, которые сейчас лежат в Одесском госпитале, те, которые защищали Донецкий аэропорт. Вот такие картины получились, и если у кого-то есть желание приобрести эти картины за 300 гривен одна, но я думаю, что картина Ларисы Демьянишиной, она будет стоить, конечно, дороже. Я думаю, что не меньше 500 гривен, но это так, я думаю. И те, кто хочет таким образом оказать благотворительность, могут к этой акции присоединиться, можно будет обратиться и в четвертую школу, можно будет обратиться к нам, и завтра во время эфира можно будет позвонить и выбрать одну из этих картин. Деньги будут передаваться волонтерам армии Хелп, потом впоследствии на эти деньги будут приобретаться лекарства для наших украинских солдат. Вот такая акция, но еще, кроме того, завтра Лариса Деминишина еще расскажет, кто инициатор этой акции, кто помогал, и какая следующая творческая акция, которая будет помогать нашим украинским бойцам выздоравливать, ну и кроме того, это такая очень хорошая моральная поддержка. Она завтра расскажет, потому что еще на субботу на эту запланированный счет аналогичная акция. Вот таким вот образом. Такой завтра эфир у нас состоится. Ну, на этом мы уже прощаемся, потому что уже мы с вами два с половиной часа в эфире. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. И вам тоже до свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова